Своих фотографий на выставку он не представил, зато фотографии своих братьев по горячим делам решил показать внуку. Пусть знает малец, с кем дедушка работал в своем родном трубоэлектросварочном. Позже Николай Борисович расскажет Арсению, что был еще учащимся 47-го училища, и в трубоэлектросварочный цех номер 2 его отправили на практику. Студенты помогали чистить и мыть смонтированное оборудование нового цеха. Уже в сентябре 63-го он был зачислен в его штат, а 31-го декабря увидел, как торжественно проходит по ральгангу первая сваренная труба. Как зашел в ТЭЦ-2, был такой Макаренко Виктор Павлович Власов. Он нас привел к Аскольду Михайловичу Менщикову, тогда начальник цеха был. Ну и вот почти без малого, 50 лет не выходя из этого цеха, ну и вот теперешний Александр Сергеевич проводил меня на пенсию. Фотографии наводят на воспоминания. Вот какие они были первопроходцы, те, кто выдавал сверхплановые сварные трубы. И будто не было этих десятилетий позади. Вот только что они на снимках, а обернешься. Такие знакомые лица в фойе Дворца культуры. Немного седые, но мудрые и довольные рабочей судьбой. Вот они, бывшие коллеги, вот они тут все рядом и все встречаются. И мне тоже очень приятно с ними увидеться, потому что как-то так получается, что все реже и реже встречи. Поэтому я с удовольствием встречаюсь и со своими бывшими сотрудниками. И мне понравилось то, что я оказался здесь на этой выставке. За несколько минут до торжественного открытия фото-выставки пытается отыскать на снимках знакомые лица и управляющий директор. Сейчас, когда я смотрю по фотографиям, ныне здравствующие ветераны, конечно, приятно их видеть, какими молодыми и красивыми они были. Поэтому на этой фотографии не увидел никого, вот на прочих вижу. Вижу, дай Бог им здоровья, чтобы они и дальше бодрствовали и были нашим таким хорошим, здоровым заводским активом. И уже обращаясь к ветеранам цеха, Михаил Васильевич скажет, что трубоэлектросварочный цех номер два для экономики страны был очень в то время актуален. Продукция цеха была на расхват. Потребители стояли в очередь за северскими трубами. И сегодня по фотографиям можно сделать вывод, как работали люди в те годы. Очень приятная дата 50 лет. И казалось бы, насколько они скоротечны, но сколько дел было сделано за эти 50 лет. Я прекрасно понимаю состояние того момента, когда первая труба на северском трубном заводе появилась. Это была своего рода революция для того времени. Но понимаете, что прошло еще немного времени, по сути, после окончания войны, только восстанавливалось народное хозяйство. Всего-то прошло там какие-то 18 лет. И, естественно, стали реализовываться те проекты, которые гарантировали развитие нашей экономики на последующую перспективу. Заводом есть много, но мы не родной. По жизни идем мы дорогой одной. По этой дороге, пролитой веками, Сегодня шагает история с нами. Сегодня шагает история с нами. Фотография – это застывшая история. И в каждой фотографии есть определенная частица работы и механиков, и электриков, и технологов. Цеха – история которой всего 50 лет. Поэтому смотрите. Если что-то знакомое увидите, пожалуйста, говорите. Потому что не все уже лица, к сожалению, уже мы не узнаем ее. И видно, что все эти годы в цехе был очень крепкий, сплоченный трудовой коллектив. Поэтому, конечно же, с праздником. Конечно же, огромное спасибо ветеранам, работникам цеха, которые его строили, запускали трубу, повышали качество, совершенствовали технологию. А теперешним работникам, во главе с Александром Сергеевичем, уважаемым, он не первый созыв депутат Думы, очень много делает для города. Всем работникам цеха, в первую очередь, финансового благополучия, развития, совершенствования, чтобы заказов побольше было. Героям фотографий, строившим цех, выпускающим первую продукцию, прародителям лучших цеховых традиций, сегодня почет и уважение. Ну, а авторам снимков, участникам фотовыставки, вручаются грамоты, дипломы и памятные подарки. Все по протоколу. Для каждой номинации авторитетный награждающий и влюбленный в свой цех победитель. Мы решили, у нас ведь есть фотографии, а давайте поприсутствуем, поучаствуем. Все принесли, фотографии отобрали. Ну и ребят, хотелось своих молодых показать, какие мы были молодые. Ну и себе приятно сделать. Первому заместителю главы администрации сам Бог велел побывать на открытии выставки. А все потому, что он когда-то работал в трубоэлектросварочном цехе номер два. После института я пришел в Т2, к Алексею Михайловичу в наш зал. Здесь очень приятно его видеть, подтянутым, живым, спортивным. К Леониду Андреевичу Мироненко, с которой меня как принял, как пинца и воспитывал многие годы. И очень приятно увидеть людей, знакомых, которые здесь молодые на фотографиях. Это эмоции, воспоминания. И в принципе, это Т2 всегда славился традициями. Это продолжение самых добрых традиций. А вот, собственно, и те торжественные минуты. Четыре десятка остановившихся мгновений теперь и правда будто растворятся. И сойдут с этих снимков герои трудовых будней. Потянутся воспоминания, оживут события, лица. И Николай Борисович Кудряшов захочет увидеть во внуке знатного трубоэлектросварщика. Он говорит о нем. Это наш тыл и для завода, и для дедушки. Ольга Фролова, Константин Миронов. Новости нашего города.